Пять из пяти. Подопечные заслуженного тренера Республики Казахстан Вячеслава Чанцебовича не знают горечи поражения. На протяжении 20 лет главная команда Казаладинского области по гонболу является пятикратным победителем летних игр Спартакеада Республики Казахстан. Монстр казахстанского гонбола среди женщин в этот раз также намерены продолжить победный путь и выиграть его в шестой раз. Шестая летняя Спартакеада Республики Казахстан по сути это казахстанская олимпиада. В принципе она проводится один раз в четыре года по олимпийскому циклу. Мы пять раз подряд занимаем первое место. Начиная с первой Спартакеады и сегодня уже шестая. На протяжении 28 лет Казахстан был один из сильнейших, чему подтверждение. Мы в том году, вернее в сезоне, заняли 12 раз завоевали золотые медали, 12-кратные чемпионы Казахстана. И сегодня наши игроки 10 человек представляют состав национальной сборной олимпийской команды Казахстана, которые присоединились в августе в квалификационном турнире чемпионата Азии бороться за путевку на олимпийские игры в Пекин. И сегодня фаворитами нашими соперниками являются команды Нур Султанов, чемпионатов Алматинской области. В общем, серьезная борьба, все хотят выиграть, но медаль золотая одна. И для нас еще больше честь занять первое место, потому что это будет шестой раз подряд. Это вообще рекорд, потому что ни один вид, ни одна команда не побила. Нет такого. Все время меняются чемпионы. Только Казахстан гонбол поистину подряд, дай бог, все станет шестой раз победителем. Победоносный путь Кайсар начал в игре против Алматинской дружины. После свистка арбитров встречи хозяева площадки сразу взяли игру под свой контроль. За минуту наши гонболистки сумели поразить ворота соперников двумя голами. Стоит отметить, что в нашей команде выступает лидер атак национальной сборной Казахстана Вероника Хардина. Она же капитан Кайсара. 27-летняя спортсменка сделала все возможное, чтобы ее товарищи на поле смогли отличиться. Сама она тоже без забитого мяча не покинула встречу. Также хорошую игру продемонстрировали Олеся Малышева, Жанерки Ситхасан, Злата Взвягина и Татьяна Давыдова. В итоге подопечные мистера Вячеслава одержали победу со счетом 43-13. В параллельной встрече команда из Астаны, являющейся фаворитом соревнований, обыграла спортсменок из Караганды с разницей 15 голов. Счет в данном матче 40-25. Сегодня нашим гонболисткам предстоит встреча против аутсайдера соревнования команды Караганда.